Дорогие соотечественники, не верьте тому, кто говорит вам, что то, что творится вокруг нас, вокруг нашего дома, никак не отражается на нас. Мы дехать должны, вот там, так и так, думать только о своих, а что там все эти вот политики, геополитики, не мои хорошие, ничего не выйдет. Дело в том, что мы находимся на ветрах истории, а ветра истории дуют не отдельно, допустим, у меня там в Бутученах, или у нас здесь в Кишиневе, или в какой-то Махале. Ветра истории пронизывают всю планету. И, естественно, рано или поздно, так или иначе, отражаются на нас. Что мы и видим. И давайте сейчас еще несколько важных, получительных моментов нашей современной истории исследуем. Первое. Началась, я не сказал бы, что война экономическая, там, тарифная, санкционная и прочая. Бойня началась. Настоящая бойня, где на кону пошли сотни миллиардов долларов. И вот одним из признаков этой бойни, помимо тарифной войны, это решение, так и так, компания Huawei. Это та самая Huawei, где, наверное, больше, чем у половины кишиневцев ее гаджеты в руках. Значит, от ныне не может ни от Google, ни от Intel, ни от других вот таких суперкорпораций не получать ни программное обеспечение, ни микросхемы, чипы и так далее. То есть, вот эта вот знаменитая революция G5, то есть, это совершенно новый подход, новые возможности интернета, различных технологий, на которые так рассчитывали китайцы, значит, вдруг резко по тормозам возникает вопрос. В этих же фирм были контракты, и долгосрочные, и короткосрочные. И выходит, это что? Кто-то в доме на холме рявкнул, и все эти контракты, все эти сказки о международном праве, о святости контракта, о свободном рынке, о свободном передвижении товаров, идей людей и так далее. И все эти, и прочие вот эти либерально-демократические бредни, все эти сказочки рассыпались, как кошмарный сон. Второй момент, который очень интересен, вот сейчас совсем недавно, очень симпатичный парень, герой различных телешоу, я имею в виду Зеленского. На самом деле, это исключительно способный парень. И то, как он встречался, значит, с лидерами Запада, например, его визит к Макрону, ввел себя достойнейшим образом. Он даже у Порошенко выиграл дебаты. Все думали, ну уж президент лучше знает, что в стране делается. А парень этот, несмотря, казалось, ах, актеришка, ах, кто да все, а Рейган Кэмпбелл? И это был один из сильнейших президентов США. Поэтому мир политических шоу и мир шоу, к которым мы привыкли развлекательным, это очень тесно соприкасающиеся миры. Потому что очень многие политики ничего не смыслят, по большому счету, ни в экономике, ни в юриспруденции. Их главная задача привлекать массы, объединять или разъединять их. И вот когда узнаешь вот у нас, в нашей грешной Молдове, мы слышим разговоры. А где олигархизации? Че? Матушка, ты о чем? Ты это иди, вот пойди, расскажи вот там, в сияющем доме на холме, где мы видим, мы говорим у нас наношисты, куматристы, кланы, т.д. Вот это, а как там семейка Рокфеллеров, так с 200 персонажей, Деморганы, Вандербильты. Как? И когда мне кто-то кричит, что он сзади олигархизацию, а сзади я вижу тень двух братков, я бы так их назвал, ЦОПа, Что-то я как-то не шибко верю в эти призывы. Так вот, за спиной Зеленского, очень талантливого парня, тень Коломойского. Уже тьма народа на Украине бежит туда, где решаются вопросы, не к Зеленскому, а к Коломойскому. Поэтому будьте бдительны, не поддавайтесь на красивые речи политиков. Всегда смотрите на то, что они могут сделать, на то, что они реально делают, и то, чего они могут, ни при каких обстоятельствах. Потому что посольство вот этого самого сияющего дома Града на холме, это и есть то место, куда ходит сам товарищ Коломойский. И так для того, чтобы разобраться, а как быть вот с этим международным правом, со свободным рынком, с ВТО, с этой всей системой сдержек и противовесов, которая обеспечивает свободное движение товаров, идей, людей и услуг, мы пригласили профессионалов в этой области, правоведов, человека, который лучше многих других в нашей стране понимает, что такое государство и право. И главное, как это государство функционирует, и как функционируют международные связи между государствами, и как функционирует, главное, механизм права применения. И так у нас в студии Сергей Мишин, достойный сын своего отца. Добрый вечер. Сергей, извини вас за такое длинное введение, но я хотел вот нашим дорогим телезрителям, вот чтобы они не подавались на вот эти всякие, вообще какие-то бестолковые разговоры, а зачастую они имеют цель именно оболванить людей, что вот это все, что вокруг нас творится, это нас не касается, ой-ой-ой, еще как касается. Скажи, пожалуйста, вот что мы видим вот в этих процессах, творящихся в мире, у нас на соседней Украине, и как это отражается на нас, и насколько поучительно это все в связке, потому что иначе человек опять будет на те же грабли наступать, и опять голосовать, бог знает за кого, подаваясь, на бог знает, какие красивые речи, где олигархизация, и про... А, еще, стоп, еще одна прелесть. Борьба с коррупцией. Я заметил, как где-то надо что-то разбомбить, или ввести санкции, борьба с коррупцией. А когда лоббист в Конгрессе США прямо покупает сенатора, это можно. Это лобби, это все красиво, там коррупции нет. Коррупция есть везде. Вопрос, какие у нее масштабы, насколько эта сделка может быть сделана в рамках законности, и насколько вот это правописанное и неписанное, которое зашито в менталитете людей, народов, в их практике, насколько это сейчас, бьет нам по головам. Потому что у нас сейчас на самом деле политический кризис. Ну, вы знаете, то, что лоббистские дома, как вы правильно привели, есть в Соединенных Штатах Америки, это просто узаконивание коррупции. И они пошли этим методом для того, чтобы действительно вот эту коррупцию узаконить. Нет ни одного государства в мире, где не присутствует коррупция. Просто ее размеры разные. И формы подачи, конечно. А вот то, что вы говорите, вы знаете, вот Соединенные Штаты Америки на сегодняшний момент, та же война с Китаем, вы привели только одну корпорацию, которая впрямая пошла. А там тарифные, а там жильщик появится. Вы знаете, на сегодняшний момент мы можем привести следующий пример. Даже сегодня вот написали все обувные компании Соединенных Штатов Америки, в том числе Adidas и Puma и Nike, президенту Трампу, о том, чтобы не повышать тарифы на обувь. Почему? Потому что это понесет от 300 до 500 миллиардов долларов убытки. И этот груз ляжет на простых американцев. И им придется переплачивать за обувь примерно 100-130% от той цены, которую они имеют сегодня. То есть от этого пострадает не китайский производитель, который производит, а американский потребитель. И это называется наступить на грабли и получить лоб. Сами себе, да. И они же этим самым убивают свои же корпорации. Ведь основная масса корпораций, которая сегодня находится в Соединенных Штатах Америки, свое производство держит в Китае. И если накладывают, то есть получается администрация Трампа накладывает пошлины и тарифы на ввоз в свою страну на своих же резидентов, на свои же фирмы. То есть не только потребители, но и своих же фактически производителей. Правильно. Они же в доле. Соответственно, это будет минус рабочих мест в Америке, ну и последствия многие. Но тут важна причина. Ведь никто не... Все смотрят, какая война происходит и между какими-то двумя странами. Но никто не смотрит вглубь. В чем причина? Почему именно вот сегодня между Китаем и США такие отношения? Вы жили как лялечки. Все было хорошо. И на тебе. Причем в 60-70-х годах Китай и Америка жили абсолютно красиво. Они умели договариваться, они имели контракты. И межгосударственные отношения были хороши. Начинаешь визит от Никсона, все пошло хорошо. Бжезинский был рад, все было хорошо. Вот почему сегодня это происходит? Мы видим одну простую истину. Пошло сближение экономическое, политическое и дружественное Китая и России. И вот это есть самая главная причина, почему США решила показать Китаю, якобы, где их место. Не отдавая отчета... С кем имеют дело? Нет. Не отдавая даже отчета, какие последствия будут для их же страны. Вот что сомнено. Слушай, Сударь, ты хотел глубже, я скажу глубже. Я 4 года работал в Китае. Изучил менталитет в разных провинциях. И я понял, что это еще есть стратегический стиль, стратегическое мышление. Американец мыслит коротко, он бизнесмен. Он думает так, вот мы с тобой чего-то, я тебя зажал, я тебя поймел, а потом все стерли и новая транзакция. Он мыслит транзактно. Китаец говорит, хорошо, парень, я тебя запомню. И поймев такого врага, у которого 4,5 тысяч лет культуры и истории, где стратегии Сунь Цзи изучаются в академиях США и России, в военных академиях, эти ребята взялись китайцам митягаться. Ой, как бы беды не вышло. Но самая основная причина... Конечно. Это попытка дать, кто тут в этой камере, кто в зоне пахан. Но, вы знаете, она ошибочная у США. И очень сильно. И, к сожалению, вот эта попытка распространяется сегодня не только на Китай, а на все страны, где США свое влияние пытается либо влить, либо уже имеет. И сохранить любовь от Турции, например. Но она касается и нас. Мы сейчас приходим к Молдове. То, что вы задавали вопрос. А мы привыкли вот так. На лапках что изволите. И на Украине тоже. Но по отношению к нам, у США идет немножко другая тенденция. Было такое понятие, к сожалению, наша молодежь сегодня о нем забыла, но мы с вами еще помним, империализм. Что такое империализм? В основном, кто прославители были? Испания, Италия и Великобритания. И Французская империя еще. И Французская империя потом, да. Но она позже подключилась. То есть изначально... Чем не менее, да. В чем суть империализма? Найти нищие страны, сделать их своими колониями, поставить внешнее управление. Но главная задача всегда была держать эту страну и население, самое главное, этой страны, на нищенском уровне. Потому что, когда население государства находится на нищенском уровне, оно всегда смотрит тебе в рот. И менее опасно. И оно вообще не опасно в данном случае. Не скажи, опасность есть всегда. Вопрос в другом заключается. Что нету вот этих ресурсов и центров и возможностей сопротивления у нищих. Да, могут где-то спорадические восстания какие-то. Они быстро погашаются, да. Но это, они не могут приобрести общенационального движения. Вот это да. Поэтому они не опасны. То есть, что мы видим на сегодняшний момент? США, изучив историю, да, и видя, как в свое время, причем США, если мы с вами опять поднимем историю, это кто? Туда ссылали, и это тоже была колония. Да. В свое время Колумб ее открыл, но при этом туда колонизаторы были и Англия, и Испания, и Франция, все туда высылали, да. И они боролись с индейцами. Потом это получилось большое государство. И туда шли в основном так. Или какие-то отбросы общества, или искатели приключений, а иногда это было одно и то же в одном лице. Вот Фернандо Кортес, значит, Писара, браки, потом берем Северная Америка, там целая куча вот таких орлов было. И вот мы сегодня приходим к чему? Потому что США пытаются империалистическими методами на такие страны, более маленькие, привести их в нищету. И они с нами это сделали, к сожалению. Вот Международный валютный фонд. Где он не побывал, везде беда. И вот 12 лет мы с этим столкнулись, и мы видим, во что они превратили наше государство. И нашу экономику. И, соответственно, у них сегодня одна основная задача. Держать нас на этом уровне и не выпускать. И вот те посылы и те потуги, которые сегодня делает президент, для того, чтобы уйти от этого, от колониальности. Тем более сейчас момент такой, в мире есть вот это контродвижение. Ну, он благоприятный. Благоприятный. Можно маневрировать. Но они пытаются все-таки нас загнать обратно. При помощи определенных политических сил. Брысь под лавку, ребята. И под лозунгами борьбы с коррупцией, деоригализацией. Да, деолигархизацией. Да, там еще много чего. И вы знаете, для США самая главная задача. Если Россия хорошо, то нам это плохо. И неважно сейчас, какую мы страну возьмем. Молдову, Украину, Казахстан, Китай, Индию, Белоруссию. То есть, если Россия хорошо, то надо ломать. И это плохо для нас. Но они забывают об одной вещи. В данном случае возьмем Молдову, возьмем Украину. Не Россия хорошо, чтобы мы с ними были. А нам это выгодно. Это наш внутренний национальный интерес. Потому что если Россия откроет рынки, у нас появятся рабочие места, у нас появятся инвестиции. И мы начнем жить по-другому. А учитывая, что Запад не то, что не собирается, он и не может открыть рынков. Посмотри, что у них творится. У них у самих производства убегают из Европы. Он закрывается во Франции, заводы и так далее. Посмотри, что ты думаешь, что эти желтые жилеты этим ребятам делать нечего? Да, им провокаторов и бандитов подкидывают, и громят чего-то, витрины там. В любом движении провокаторов подкинем, скажем, вон они, глянь. Но вот это движение говорит о том, что наконец во Франции стали понимать, что ребята, вот это расслоение на богатых и бедных, и президент богатых Макрон, и ничего не происходит, а ситуация все более и более накаляется. Люди стали понимать, что так дальше жить нельзя. Ну, это революционный принцип. Нет, это пока звоночки. Да, но вы привели революционный принцип. Буры еще нету. Она назревает. То есть революционный принцип в чем состоит? Низы уже не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому. Классическое определение предреволюционной ситуации. Сейчас мы это видим во Франции, но опять возвращаясь к США, мы с вами можем наблюдать картину. Да, они имперцы главные сейчас пока что. Вот вы знаете, у Трампа скоро выборы. И мы на сегодня видим одну позицию, что Трамп эти выборы может не выиграть. А знаете почему? Ответ очень прост. Назовите мне хотя бы одного президента Соединенных Штатов Америки, который за свой срок не начал бы какой-то войны. Нет такого. Единственное... Даже в Гренаде 12-дневная война и то, сколько очков принесло. То есть сегодня у Трампа где-то надо честно мутить. Есть ситуация. Если он хочет выиграть следующую... Коробкую победоносную войну. Не важно какую. Даже начать просто. Не надо ее начать. Военную экспансию. Как они это делали постоянно. Чтобы показать, что Америка превыше всего. Так вот у Трампа сегодня единственная задача где-то развязать войню. И пока у него, к счастью, это не получается. То, что конфликт пошел на Украине, благодаря опять-таки тому же Белому дому, это не развязывание войны. Они рассчитывали, что туда ввяжется Россия. А она не дожала. Правильно? Потому что мудрые политики. Там мудрые управленцы. Соображают ребята. Что туда не надо лезть. Зачем? Поэтому им надо сегодня. Сейчас они развязали торговую пока, да? Войну и бойню с Китаем. Которая им же приносит минус. У них сегодня проблемы с европейским континентом. Америка уже не готова на ней. Кстати, началась тарифная война между... Мы как-то не обратили внимания. А уже пошла настоящая десятки, а то и сотни миллиардов потери на тарифах. Бойня началась и с Евросоюза. А я вам скажу, что Евросоюз уже начал показывать очень серьезно зубы. И мы даже видим, что то, что отменили визит Помпео в Германию на встречу с госпожой... Меркер, то это показывает о том, что Европа уже не готова быть под тем влиянием США, которое... Безусловным и некондициональным. Но, как говорят специалисты-экономисты, да, то есть я углубляться в эту тему не буду, не специалист просто в ней. Но они сказали одно. Дело в том, что США и администрация Трампа, ему пыталась доказать его советники о том, что вот эта война тарифная с Китаем невыгодна. По одной простой причине. После того, как он только ввел санкции, индекс Доунжонсона упал на 7 пунктов. А это очень много, максимум полпункта или пункта. Нет, рынок тут же реагирует. Это раз. А второе. Ведь дело в том, что только одна единственная страна в мире, это Китай, которые выкупали облигации долговые США. И на сегодняшний момент они владеют на 3 триллиона долларов этих облигаций. И потихоньку их продают. Женя, Сереженька, извини. Я хочу тебя в каком смысле поправить и противоречить. Когда ты только что брякнул, не знаю, просто так или из каких соображений, что я не экономист, ничего не понимаю, ты сейчас проявил совершенно точное, глубокое и правильное экономическое мышление. Что я имею в виду? Это вот считаю, что то ли укор, то ли комплимент. Обратите внимание, что когда начинаются вот эти вот войнушки, сначала экономические, потом там может более горячие фазы и так далее. Мы встречаемся, вот интересно, ты больше, конечно, заточен на юристику, но именно она тебя неизбежно выводит на экономику. Без экономики ложить не можно. Если по-хорошему, на чем зиждется экономика? Это мое, это не мое. Это мне надо, это мне не надо. То есть оно зиждется на понятие обладания. А где обладание, там власть. Где власть, там что? Юрист, прудерция. Правильно. Поэтому никогда никому публично не говори, я не экономист, я молчаки ничего не понимаю. Хорошо ты все понимаешь. Ну так вот, мы продолжим. То есть 3 миллиона, то что они владеют облигациями долговыми США, триллионы, извиняюсь, да, 3 триллиона. Если сегодня Китай откажется в дальнейшем покупать эти облигации у Соединенных Штатов Америки, будет девальвация, и, соответственно, доллар потеряет в своей ценности. Минимум в 7-10 раз. И главное, что он потеряет, то доверие. Влияние, конечно. Потому что, смотри, экономическое слово кредит. Кредит. Доверие. Потому что, когда ты мне дал долговую расписку, правильно, все зависит от того, я тебе могу верить или не верить. Правильно. Все банки, все операции, все держатся на этом понимании. Верить, не верить. И когда такими действиями это доверие подрывается, ребята начинают не то же на грабли, они вообще не знают, на что наступают. Потому что, смотри, по большому счету, упрощенно экономическая система в мире сейчас такая. Штаты основной, кто печатает зеленые бумажки или в электронном виде, или в таком, неважно, печатают бумажки. Федеральная резервная система, кстати, частная контора. А с другой стороны, есть тот, кто производит товары реальные, которые, без которых эти бумажки ничего не стоят. И когда тот, кто производит бумажки, начинает разрушать того, кто обеспечивает его бумажки товаром, это поведение, деменция какая-то. И ты именно это имел в виду, когда сказал то, что ты сказал. Да, плюс еще я добавлю, господин Трамп, какие две еще ошибки сделал в этой ситуации. Допустим, по той же компании, которая производит гаджеты, и 5G, да, это компания, которая предоставляет эту услугу. Но ведь 5G, как услуга, нужна не только США. Она нужна всему миру. И то, что они потеряют сегодня рынок США, для них это капля в море. И они даже не обратят на это внимание. Потому что заменить те микрочипы и другую состав... Китайцы заменят и переживают. Нет, они долго искать не будут. Знаете, как заменят? Они быстро все решат. А я вам скажу, где они это возьмут. Они это возьмут в России. Потому что в России есть аналог. И они немножко... Ну, что-то в России, что-то в других. Нет, Соединенные Штаты немножко забыли, что есть другие каналы. И есть другой... Если не надо, Китайцы украдут. Они специалисты. И все равно сделают то, что им надо. А есть другой момент. Что вино, которое сегодня Китай приобретает в Калифорнии, он может брать и в Бразилии, и в Чили, и в Молдове. И другие товары, которые сегодня Китай потребляет, он может брать в другой стране. Им не обязательно сотрудничать с США. Но зато есть два цветных металла, которые сегодня Китай поставляет в Соединенные Штаты Америки. И на котором держится военная отрасль, в том числе и ядерное оружие Соединенных Штатов Америки. Да, это правда. И вот если Китай сегодня прекратит поставку... Они почти монополисты. Я согласен. Если они прекратят поставку этих цветных металлов... Редкоземельных, как их называют. Вся оборонная промышленность США просто встанет. И чтобы реанимировать и найти другой источник поставки этих металлов... Либо другую технологию, без них какие-то... Соединенные Штаты Америки нужно от 14 до 22 лет. Ну да. А не дней даже, а лет. Поэтому США не провесила и не продумала, какие риски могут быть только потому, что Китай нашел общий язык с Российской Федерацией. Так вот, у США... Я не склонен давать такой империи совет, но мой совет. Все-таки с Россией надо не ссориться, а дружить. И если США найдет почву... И насколько я понимаю, вот та встреча в Сочи, которая была буквально недавно, сдвинула немножко в ранги и рамки дружбы... Потому что вообще был маразм какой-то. От этого выиграет не только Соединенные Штаты Америки, Россия или Китай. От этого выигрывают все страны мира нашего. Вот представь себе, начинается финансовый кризис, да? Потому что многие, я сейчас уже слышал, предрекают падение доллара чуть ли не в следующем году. Это не жуткие, это говорят эксперты. На уровне Financial Times это не говорят какие-то там кремлевские агенты или наши подпевала им, да? Это говорят серьезные ребята. А уж если взять таких аналитиков, которые есть в России, а там есть, ох, крепкие, в том числе и еврейские головы, которые очень хорошо знают, что творится у их коллег там за океаном, и которые тоже говорят, что ситуация очень печальная. И представляешь себе, рушится долларовая, допустим, эта система. Не рушится, но такое мощное, соответственно, покруче, чем в 2008 году. То, что было, вам помнишь, до сих пор харкаемся и плюемся все мы. Вот, ты это представляешь, что будет. Поэтому в мире никто не заинтересован в этих идиотских тарифных и прочих войнах. Это чисто американский стиль мышления. Вот так. Что сейчас будет, будет, потом сотрем и пошли дальше, как ни в чем не бывало. А ни в мире и ни в других культурах это не предусмотрено. Потому что, насколько я изучил китайский менталитет, китайцы обязательно тебе ответят. Не сразу, не сходу, не заодно, но ты свое получишь. Поэтому менталитет. Вот я смотрю, конгрессмены США. Ну, понятно, они академиев не кончали. Есть, конечно, там и юристы какие-то. Но в основном это люди, скажем так, по уровню культуры и образованности, не бог какие. Кстати, не только в их парламентах. Это почти во всем мире наблюдается сплошь и рядом. Средний парламентарий, ну, где-то как средний, вот, по культуре человек. И вот, когда выходит какая-то дама или какой-то джентльмен и начинает нести какую-то чушь и околецываться, они просто не понимают, что происходит в мире. Не понимают, что уже эти лучшие времена прошли. Что 21 триллиона в долг. Что целая куча проблем, неувязок. Вот эти тарифные войны, это что, от хорошего? Ой, не от хорошего. Ой, от беды. Это попытка как-то вернуть себе ту силу, которую они видят, что они расползаются. Они пытаются всеми возможными, любыми способами удержаться. Но, имея вот это мышление имперское, так мы круче всех. Да мы же там это, вон один доллар США, посмотри бумажку. И посмотри внимательно, что на одном. Мы редко сейчас этот один доллар видим. Сейчас 100 долларов, там 20. Да и то, поверьте мне, многие эти не видят. Да не видят. Я говорю про обычных, как бы, средней руке, кто зарабатывает где-то, иногда держит в руках. Я не говорю про пенсионеров. Так вот, посмотри, что на том долларе? На том долларе мы видим имперского орла. В одной руке вроде как ветвь мира, а в другой молнии. А там и так далее. О чем это говорит? Это говорит о уме... А, вот эти обелиски. Вот в Вашингтоне эти обелиски, как в Египте. И вообще, если на Америку посмотреть, это символ Рима. Это как бы возрожденный Рим. И вот это имперское видение себя в мире и мира вокруг себя, одно мешает. В США есть масса умнейших людей, масса умнейших аналитиков, которые понимают, как надо действовать, что надо действовать. Но когда в Конгрессе вот сидят такие куклы, которые не понимают, что с миром происходит, и начинают там президента гнобить, там русский след искать, вот. Их накачивает продажная пресса, которая потом... Кто извинился? Мюллер сказал, ничего нету, никакого следа. Кто-то извинился? Ау, ребята! Нет, так вот, все. Где журналистская этика? Где все это дело? То есть мы видим сейчас, что главная опасность для мира – это не Россия, это не Китай, это даже не эти экстремистские движения, потому что они реакция на вот это вот давление. А она, как сказал профессор Преображенский, разруха начинается в головах. И, к сожалению, в головах тех конгрессменов и тех политических деятелей в крупнейшей стране мира, которые не слушают своих экспертов, настоящих. В Америке есть тьма высококласснейших специалистов. Сколько лауреатов Нобелевской премии там, только по экономике. Интереснейшие люди, с интересными идеями. И кто-то слушает? Никто их не слушает. И вот эта вот безграмотность, вот это неумение осмотреться, надо понять, бьет по ним самим. И, к сожалению, еще страшнее, бьет и будет бить по нам. Ну вот, вы знаете, как вы... То есть ты согласен, что очень важно, чтобы наши люди, телезрители наши дорогие, чтобы они понимали, мир – это не место для прогулок, мир – это не место для этих сказочников. Ой, там, блин, это свободные рынки, свободные. Где свободная рука рынка, ребята? Попробуй, иди. Да вон у нас, в Молдове, пойди в бизнес, займись какой-нибудь, все забито. Бритву некуда воткнуть, не просунешь ничего. Все забито и так далее. Где этот свободный рынок, где свободная рука, где свободное хождение идей, где свобода слова, в конце концов? Да иди галкой, иди вот там в интернете, там на клавиши нажимай, иди как волк на луну, лай и так далее. Пока наши люди не поймут, что их имеют, и не поймут, как их имеют, и не поймут, почему надо объединяться, и слушать только тех политиков, кто в этой жизни что-то сделал, который умеет сделать, который доказал, что что-то умеет сделать. Вот только на них. А не этих болтунов, делегархизация, что еще там, а эти, свобода демократия, там вся эта чушь собачья. Современный мир, это место жесточайшей схватки за выживание. Это война. И поэтому, это на самом деле, она и выливается в военные конфли, а может еще в такое вылиться, что мало никому не покажется, имея в виду не только экономические последствия войны. Поэтому, Сережа, я очень благодарен тебе, что вот ты, казалось бы, юрист государства и права, что вот ты объясняешь нашим телезрителям вещи, которые, казалось, далеко выходят за рамки этого. Ну, я тебе очень благодарен за то, что ты показываешь, как это постоянно, каждый день на нас самих, как говорится, отражается. Что бы ты посоветовал бы нашим людям, исходя вот из нашего современного политического кризиса? Я умолкаю и, как говорится, полностью введи дальше, как передачу, куда хочешь. Ну, знаете, что бы я сказал вот нашим гражданам, да, понятно, что сегодня очень много высказываний различного толка. Те говорят об одном, те говорят о другом, те говорят о третьем. Все говорят, понятно, о социальном обеспечении. И это действительно то, что болит у людей, да. Все говорят о дорогах, о канализациях в воде, уменьшении тарифов. Действительно, это боль человека. Все говорят о рабочих местах, это тоже боль человека. И это правильно, что наши политики, вернее, даже тут не политики, а политтехнологи, которые правильно политикам подсказывают, что нужно сказать, что люди хотят слышать. Но в данном случае, вот я посоветовал бы обратить внимание на США, обратить внимание на Россию, да. Вот почему США не любят Россию? Вот давайте, никто же не задавал себе такой вопрос. А ведь США не любят Россию, потому что там развита патриотизм, потому что там развита национальная идея. Потому что нет МПО, которые получают из-за границы различные гранты и разрушают эту национальную идею. Потому что там есть культура национальная. Потому что там есть экономический рост. Вот что бесит США в этой стране. И они всеми методами... И главное, что они не служатся. Очень давно пытаются это разрушить, но сегодня это не получается. То же самое Китай. Китай имеет свою национальную идею. Китай имеет свои традиции, свою культуру, свою экономику. И США это бесит. Но США не может никак влиять на это. Они называют их сразу агрессорами. Они их называют тиранами, тоталитаризмом и много-много чего. Но правильно, недавно буквально на пресс-конференции сказал Владимир Владимирович Путин. Он что сказал? Говорит, ребят, мы агрессоры. Мы размещаем во всех европейских странах. Мы размещаем военные базы во всех странах. Мы вышли из 30-летнего договора о прекращении гонки вооружений и запрете производства ракет дальней деятельности. Мы наплевали на ООН. Мы наплевали на ООН. Мы плюем на ВТО и на экономическое свободное движение товаров, людей и силы. Мы это делаем. И мы после этого агрессоры... Он очень красиво ответил на этот вопрос. Всем, кто его пытались обвинить агрессором. Так вот, мы, если хотим выжить как государство, республика Молдова, мы в первую очередь должны отдать свой голос, свою душу, свою поддержку тому, кто будет продвигать наш национальный интерес. Именно наш национальный интерес. И не США, и не России. Нет, нет, наш внутренний национальный интерес. А наш внутренний национальный интерес заключается в культуре, в суверенитете, в языке, традициях, чтобы от предков передавалась другим поколениям наша ценность, наша культура, наша история Молдовы, которая существует и которому сегодня молдавскому государству 660 лет. И наши традиции в экономике, и в культуре. Мы сейчас объединяем в общем, понимаете? Нам почувствовать себя, что мы многонациональный, единый народ. Мы нация многонациональная. Вот что не доходит. Но единая Молдова. Они разбитые. Именно Молдова. Что мы не должны отдать суверенитет Соединенным Штатам, Румынии или Европе. Что мы должны жить. И вот поверьте, когда в нас любой монстр в виде России, Китая, США, Индии, неважно, но любой монстр увидит, что это гордый народ, у которого есть своя национальная идея, у которой есть своя культура традиций, которая многонациональна и сохраняет культуру и традиции всех народов, проживающих в этом государстве. И это в нашей исторической вековой традиции заложено. И это государственная политика целого государства. Поверьте мне, сюда пойдут и инвестиции, и рабочие места. И технологии. И тогда мы решим и социальные вопросы, и медицину. И люди начнут возвращаться. Это главное богатство страны. Люди. Люди сегодня бегут, потому что нет национальной идеи. Вот когда мы, и вот нашим людям нужно обратить внимание на тех политиков, не которые борются с деархегализацией, не которые борются с коррупцией, а именно за тех политиков, которым дорога республика Молдова. Надо бороться не против, а надо бороться за. За. И обороняться против того, что мешает. А то давай бороться с коррупцией, давай садига, давай еще. Ой, красиво все, ребята. Нет, рассказывать сказки мы умеем все. Вы же это прекрасно знаете. Но, я еще раз говорю, вот есть политики, которые выходят на выборы, да. Есть политики, которые говорят с трибун, с телевидения, неважно. Красивые слова. Ну, тот, кто прослеживает, где вы видите нить, кто борется именно за республику Молдова. Кто говорит прямым текстом, что мы должны дружить со всеми. И кто что-то сделал для этой страны. Но мы должны, в первую очередь, мы должны дружить со всеми ради нашего национального интереса. Жить внутри себя, сами собой. Не делить людей. Мы говорим сейчас о внешней политике. У нас как надо же, про восток, про запад. Нет, нет, нет. Блин собачий. Поэтому, у кого есть единая программа, внешне сбалансированная политика, что мы дружим со всеми ради национального интереса. Соответственно, если мы дружим со всеми. Национального интереса многонациональной республики. Если мы дружим со всеми ради национального интереса, то тогда все национальности, которые живут внутри государства, будут жить единым народом республики Молдова. Сережа, главное, чтобы эти все национальности поняли, что они все образуют эту единую нацию. Потому что у нас как слыб. Подожди. Я знаю одну штучку. Вот иногда бывает, говоришь, национальный интерес, сразу там, в Болгарию, они понимают люди, подожди, им долбали, долбали десятилетиями. Нация это только Молдване, нация только Украинская. Тихо, тихо, тихо. Это неправильная оппозиция. Я педагог, и я очень хорошо знаю студентов. Еще раз, когда мы говорим о нации, мы должны говорить о многонациональной гражданской нации. И иногда многие люди, вот говорят о национальной, они не понимают, что у простого человека, он не читал учебников, энциклопедий. У него так, а, санацию заговорил. А, значит, Ляшковы годы. Да ты шо там? Это Зеленский, помнишь, по-русски. Зеленский заговорил по-русски, и Ляшко сразу. Да шо там? А он говорит, вы шо, не разумляйте по-украински? Вы шо, опять разъединяете людей? Вот это было очень важным моментом. Не совсем так, я вам объясню почему. Что не так? Потому что у нас, когда мы говорим о многонациональной республике Молдова, да, действительно, у нас проживает очень много этносов. И почему нас последние 27 лет все время разъединяют? Потому что определенная часть политиков и партий говорит, что мы дружим с Россией и этой частью, и перетаскивает на себя тех, кто за эту часть, а мы дружим с Европой и перетаскивают на себя эту часть. Так вот, один политик сегодня в республике Молдова, который ратует за то, чтобы вся наша многонациональная Молдова была единой нацией, в составе всех наций. Это наш президент. Почему? Потому что он говорит, что мы дружим со всеми. И с Россией, и с Европой, и с Америкой. Сергей, все-все, я понял. И мы обедаем во все. Ты сейчас сказал совершенно то, что я только что сформулировал. У нас, оказывается, мы видим все абсолютно одинаково. Просто я хотел еще раз подчеркнуть. Когда я помню, и когда СУСКУ нация и так далее, у меня был вопрос. Ребята, СУСКУ хари нации. К НАСР, НАСР, СУСКУ и РУМАНИАССКУ. Стоп, ребята. Нам с вами не по пути. Если мы понимаем подмолдавской нацией, как Дмитрий Кантемир, который видел в жителях Молдовы, которые живут вместе друг с другом. Он видел и молдаван, он видел там и татар, он там видел и болгар, он там видел и славян, причем рутень, русины, которые у нас с покон века живут. И русских, и поляков. Помнишь, я сто раз говорил фамилии нашу? Русу самую распространенную. Руснак, русин. Татару, булгару, сырбу, казаку. Пусть сможешь, глаза разбегаются. Ребята, Молдавское село. Откуда у парня испанская грусть? Откуда такие фамилии, имена? Мы единая нация. Мы скованы, сплетены веками. Единой борьбой за существование. И если мы не забудем, что наши предки кровь проливали за то, чтобы мы существовали на этой земле, все будет нормально. Как только забудем, ну тогда, ребята, тушите смерть. Согласен. Поэтому нам и нужно голосовать за тех политиков, которые продвигают общенациональную идею, чтобы мы дружим внешне со всеми ради нашего многонационального народа Молдовы. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. И я думаю, вот то, что вот так дискуссия, оживание и так далее, она как-то мозги прополаскивает, заставляет снова что-то понять. И я думаю, что наши дорогие соотечественники понимают, что только в определенном сопоставлении, порой в столкновении идей, они личности и интересов, интерес у нас один, и рождается вот эта истина. То, чего сейчас не хватает конгрессменам на вот этом сияющем граде на холме. Большое спасибо, Сергей. Мы еще встретимся и не раз. Дорогие соотечественники, вот и закончилось время, отведенное на нашу передачу. Как видите, мы обсуждали очень, на первый взгляд, нас не касающиеся вопросы, а как оказалось, очень даже касающиеся. Причем не просто так абстрактно, а как говорят, now and here, сейчас и здесь. Это и есть жизнь. Мы находимся в общем стремительном потоке, в этом потоке завикрения и все угодно, и не существует истории отдельной семьи, отдельной могалы, отдельного села, отдельного города, отдельного государства, региона, континента и так далее, без того, чтобы это все представляло собой единый поток. Все мы представители одного рода, рода человеческого, где слова «справедливость» и слова «человечность» не являются пустыми звуками. Думайте, 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 сопоставляйте, сопоставляйте, сопоставляйте. «По делам судите, как судил спаситель». Вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова